Добрый день! Меня зовут Алексей Красиков. Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Продолжаю отвечать на ваши блиц-вопросы. Сегодня я выбрал ответить на следующий вопрос. Алексей Юрьевич, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как научиться разбираться в людях? Как можно их проверить до начала серьезных отношений, например, замужества? Подскажите короткую технику или упражнения, как можно, ну, в общем, как можно разбираться в людях? Вероника. Вероник, действительно, способность разбираться в людях — это хороший навык, и понятие разбираться в людях очень обширное. Конечно, чтобы овладеть всем видом этого, не побоюсь этого слова, искусства, начиная с невербальных движений тела и мимики, заканчивая их глубокими стратегиями, их поведением, требуются годы работы, практики, я не побоюсь этого слова, таланта и некого внутреннего чувствования. Потому что прочитать книгу по какому-то методу — это не разбираться в людях. Способность разбираться в людях — это некое внутреннее чувство, на которое ты насаживаешь академические знания и опыт. Но без этого внутреннего чувства все твои академические знания и опыт ничего не дадут. Именно поэтому многие практики из высоких учебных заведений, даже со степенями иногда, могут быть абсолютно неэффективны в понятии разбираться в людях, потому что они не имеют вот этого внутреннего чувства тонкого, интуиции такой, которая им помогает применить свои знания. По поводу упражнения или метода, который ты спрашиваешь, есть такая интересная история, которую я бы хотел поделиться, Люб, с тобой и со всеми зрителями канала. Ребят, если вы хотите проверить человека о том, что в нем содержится, склонности, внутренняя степень наполнения дерьмом, склонности к какому-то поступку или еще что-то, перед тем, как вступить в какие-то глубокие долгие отношения или еще что-либо, очень просто. Разозлите этого человека. Вот если у вас получится его разозлить, это первое. И второе, как он будет себя вести в этом, вот эти два момента будут очень четко характеризовать эту личность. Не маску социальную, нарву цветов и подарю букет, да? Не это. Вот если у вас получится его разозлить, как быстро он выходит из себя, это первое. Что его может разозлить? Туда же смотри, да? И второе, самое главное, как он себя ведет, что он говорит и что он делает во время злости, это очень характеризует то, чем наполнен человек. Поэтому вот на Руси говорят, что вот в сердцах вспылило и наговорило. Вот то, что вы в сердцах вспылили и наговорили, это и есть то, чем вы наполнены. И если вы, человек, точнее, может очень быстро разозлиться и завестись, и из него полилось дерьмо, а да ты, да ты такая, да это все, то, к сожалению, мы можем констатировать тот факт, что то, что говорил человек, это в нем и содержится. И то, что он в обычной бытовой жизни всего лишь навсего милый и пушистый, конечно, это маска. Поэтому, прежде чем делать какие-то серьезные выводы, это упражнение, эту технику могут взять для себя директора компаний. Вы можете провоцировать на испытательном сроке своих коллег, не побоюсь этого слова, если вам надо протестировать новичка, поставьте его в условие, где он будет разозлен. Посмотрите, как он к этому будет относиться. Ну, например, поставили вы ему какой-то сложный график, или попросили выйти, или что-то на работе, как-то его в неудобные положения поставили. Посмотрите, как этот человек будет себя вести. Если он начнет орать, кричать, вопить, выражать претензию, это одна история. Если он будет просто тупо молчать и покорно все делать, другая история. Профессионал выразит рационально свое отношение к этому, скажет согласен или нет, и предложит способ решения. Если человек молчит тупо к таким испытаниям, то это говорит о его непрофессионализме. Чтобы только вам угодить, он молчит. Если он орет и истерит, то, конечно, это истерик, который тоже пользы вам не принесет. То же самое касается испытаний таких условных в личных отношениях, или еще в каких-то... Вы все прекрасно знаете, что стоит разозлить друга или еще кого-то, и вы сразу узнаете правду. Вот. Это очень жизненная история, и я с этим сталкивался. Разозлите человека, и вы увидите, на что он способен. Вот и все. Алексей Крайсиков, ваш канал Невроза Мегаполиса. Пишите вопросы ВКонтакте, буду снимать блиц-ответы. Вчера была лекция о том, недавно, предыдущий ролик о том, что разбавляет ваши знания. Впереди будет два интересных коротких ролика. Уже материалы подготовил, они тоже взяты из моих групповых семинаров. Так что следите за каналом, подписывайтесь на Невроза Мегаполиса, находите меня в Инстаграме, там фотографии из моей личной жизни, кому интересно. И подписывайтесь ВКонтакте на мою страничку Алексей Крайсиков. Будьте всегда в курсе новостей и новинок. Увидимся, пока. Спасибо.